Когда я узнала, что он еще и с дочкой, я просто вообще понимаю, что не до меня, понимаешь? Как только появляется дочь, получается, что все, у меня не существует в этой жизни теперь. Ну, у тебя ревность... То есть ровно... Конечно. Ревность дочки, да? Не то, что к дочери, да и к дочери тоже вообще момент того, что... То есть, получается, если ты с дочерью проводишь время, то есть про меня надо забыть. И теперь тебе совершенно неинтересно, как я себя чувствую, да? То есть, как я... То есть, вообще. То есть, даже в таких ситуациях, извините меня, когда похоронят твоего друга, ты интересуешься постоянно, как я себя чувствую в течение всех дней. А тут ты просто про меня забыл. Он сам создает ситуации, в которых я нервничаю, он сам создает ситуации, в которых я ревную его. Он сам создает ситуации, отодвигая меня на второй или на третий план. Но он с меня совершенно не брал трубки. То есть, это что, все, игра, что ли, или что? То есть, когда ты в другом месте, тебе интересно, как я себя чувствую. Ты знаешь, блин, а он даже не знает, понимаешь, что я настройку, на лоб ночи я не пошла, потому что мне плохо, потому что я за лодин переживаю, у меня мигрени начинаются. Я нервничаю, меня тошнит, я всю ночь не сплю. Ну, понятно, есть объяснение, я беременная, вопросов нет. Ну, просто как-то несправедливо. Ну, а ты не пыталась его понять, что с тобой он проводит там 29 дней в месяц, с ней хотя бы один? Да пусть проводит, я что, ему запрещаю, что ли? Я же ничего не говорю, пусть проводит. Но, Андрей, написать мне смс-ку, которую он пишет в течение дня, несколько раз всегда можно, согласись? Через три часа она уже не будет так одинокой, как сейчас, потому что вернется Александр Задойнов. Но вопрос в том, что телефон как-то подозрительно выключен у Александра, да, и, насколько я понимаю, Саша у ребенка был. Саша уехал в Ярославль, потому что случилось там несчастье, да, друга потерял. Все дни был со мной на связи, естественно, как всегда, через эту нашу волшебную программку, да, в телефонах. Вот, и звонки, естественно, все-все. Но вдруг в какой-то день он просто не пишет, я, естественно, переживаю. Это просто норма в наших отношениях, то, что мы в течение дня всегда списываемся, даже находясь здесь. Там, чтобы не подниматься, потому что там еще что-то, то есть мы всегда на связи. Он мне говорит, я оставила телефон дома. Я говорю, что ты гонишь меня? Какого дома ты осталась? Ты час назад заходил. Он говорит, это кто-то там заходил. Я отключаю телефон, Ксюша, просто. Я как бы этот бред слушать не хочу. Ты понимаешь, откуда у него возникает это вранье и страх перед тобой? Именно тогда, когда он хочет каким-то образом связаться со своим ребенком. Из-за того, что такие ситуации происходят, мне обидно. Я ревную. Мне очень неприятно, что... То есть, находясь с дочью, не дай бог она узнает, что или Элина написала, или я с Элиной переписывалась. Почему он меня отодвигает? Он сам создает эти ситуации. Он отодвигает меня, Ксюша, на второй план. Мало того, что мне приходят слушать постоянно, я ничего не могу изменить с этим, что мелкая она, вторая дочь. И меня срывает. И я ничего не могу с этим поделать. Реально, ничего. Эту ситуацию не изменить никак. Не смириться я не могу. И то, что он придет, скажет мне, там, я тебя люблю, Пусечка, там, не скучай, как он вчера тебе говорил. Нет повода беспокоиться. У меня в душе все переворачивается. Я не знаю, как с этим мириться. Ну, ты ревнуешь... И еще у меня, знаешь, что бывает? Извини, Ксюша. У меня сразу мысль. А может, он гулял и с этой барышней? То есть, ты нисколько ревнуешь к дочери, сколько конкретно вот к этой бывшей жене, так ее назовем? Я уже говорила. Помнишь, что она активировалась? И, естественно, для меня поездка в Ярославль постоянно какой-то напряг. Я понимаю, что он встретится с дочкой, да, с Настей. Я понимаю. И я молчу об этом. Это его жизнь, это его дочь, да? Вопросов нет. Но меня прям... Понимаешь, что меня забывают? То есть, если ты узнаешь, что они, допустим, там, дочка попросила пойти погулять, и с ними пошла мама, для тебя это будет ужасно. Да. Мне обидно, я ревную, я злюсь. Мне больно. Я не знаю, как с этим вообще мириться. Я не понимаю. Просто он с тобой каждый день. И здесь он с тобой 23 часа в сутки. То есть, чувство вины перед ней? Может быть, конечно. А как ты считаешь? Конечно, у него есть чувство вины перед ней. То есть, круто. То есть, отлично. То есть, смотрите, каждый день он интересуется мной и так далее. Но когда появляется рядом дочь, про меня надо забыть. Он не то, чтобы забывает. Он просто хочет все это время. Знаешь, тут сразу появляется некий мирок, наверное, как с тобой. То есть, переписываться с кем-то он может, Ксюш. То есть, я все это вижу, да, когда он заходит и так далее. То есть, у него есть на это время. А на меня времени нету. Я, например, по себе знаю. Вот приезжаем, вот Алянка уехала, да, например, я остался с Робертом. В то время, пока я игрался со своим сыном, честно, вот Аляна ушла на другой план. Потому что, Иллинка, ты сама родишь, когда ты будешь видеть своего ребеночка, свой комочек счастья, поверь мне, это, дети, это самое первое, что стоит в своей жизни на первом месте, это дети. Для него обе дочки, ты пойми, они будут одинаковые. Не будут они никогда одинаковые, потому что моя дочь желанная. Я, Иллин, поверь мне. Что это за слова? Вот хоть как. Что, оттуда ребенок был нежеланный, что ли? При любых раз. Потом, видимо, да. При любых раз. Зачем так говорить? Ну, представляешь, сейчас вот ребенок, это кто передадут, услышит. Сейчас Саша об этом узнает, что ты так сказала. Иллин, когда ты родишь Сашеньку, Сашенька станет на ступеньку выше, чем ты для него, поверь. Это так, для родителей, дети, это самое важное. Никита. Я знаю Сашу неплохо, я знаю, как ему сильно не хватает некой такой вот небольшой мужской свободы. То есть хотя бы денек в месяц ни перед кем не отчитываться. Вот эта вот свобода, она необходима любому нормальному, вообще вменяемому мужчине. Это здесь на Доме-2 просто так уж складывается, что мы, там, мужчина не ездит на работу. Но в большинстве случаев мужчина уехал на работу, он не говорит жене, что он пошел налил себе кофе или что он перелеснул там страничку в интернете. Правильно? Он свободен, в принципе свободен. И в эту секунду. А у Саши этой свободы нет. И ему очень тяжело без нее, Иллинка, что он не может вот что-то сделать бесконтрольное, рассчитывать только на самого себя. Ты его придушила по всем фронтам, я думаю, в этом больше проблема, нежели в дочери. Не, Иллин, ну он так действительно говорит и так считает, потому что вы наклеечки, понимаешь, прилепившись друг к другу. И он действительно каждом шаге сообщает тебе, но у него нет этой свободы абсолютно. Ты же сама говорила, я без него никуда. Вы в магазин вместе, туда вместе, сюда вместе, везде вместе. Вспомни скандал, он позволил себе бутылку пива выпить и не отчитался за это. Все. Получил фашист гранату после этого. Но так же нельзя. Ну, действительно, у него должно быть какое-то свое пространство. Ладно, плевать, пусть будет у него пространство. Все нормально, у него все будет. Слушайте, будет жить как хочет. Не надо как хочет, просто, ну, надо чуть-чуть поспокойнее жить. Пожалуйста, давайте закругляться, я уезжаю завтра в декрет, блин, и все, и нет проблем никаких разбирать. Саша, как-то... Подожди, куда уезжать-то? Еще ничего не решили. Я ничего не буду решать, это нерешаемый вопрос. В приоритетах у него будет, когда он с дочерью находится, на меня ему насрать становится. Ну, получается, каждый раз, когда он с тобой, его дочери нужно думать, что ему насрать на нее, я правильно? Я не знаю, что я надумать, вообще не мои головные боли. Я думаю только за себя и за свою дочь. Мама, Злюка? Тебе. Спасибо. Что случилось? Ничего не случилось? На, увижу, ничего не случилось. Как самочувствие? Тебе сегодня интересует мое самочувствие? Да, если так. Меня всегда интересует, Ирина, ну, что ты? Ну, просто вчера день выпал из жизни. Ирина, пожалуйста, я тебя не интересовала. Не начинай. Я могу ничего не говорить. Да нет, просто я тебе... Хочешь, тебе объясню? А что мне объяснить? Я и так вижу. Я до меня в чат делал, не было. У тебя более важные дела были. Ну, что ты будешь с вами решили? В смысле, не было. Ну, все, давай, когда делай. Что хочешь? Ради меня. Да? Что, наверное, так был занят, что я просто не мог написать. Я, правда, дома остался телефон на зарядке. Я думал, пойду... И кто-то залазил в него, да? Меня Макс устанавливал. Он взял Wi-Fi, вообще снял. Я думал, нет Wi-Fi. Кто же залазил к тебе в программу тогда? В смысле? Ну, вот в эту зеленую, в которую мы переписывались. Я спросил Максу. Макс лазил в меня. Телефон, я подумал... Ну, ты же с ним как-то связывался? С кем? С Максом. Нет. И за целый день ты мне не мог написать? А потом поехали мы на карусели, поехали мы в центр погулять. Ночью? Чего ночью-то? Ну, вообще-то, Егор вчера с тобой созвонился, когда ты не брал с меня трубки, он с тобой ночью созвонился. Какой ночью? Ну, время было 10 часов. Ну, это раз ночью. Ну, а что, ты поехал 10 часов на карусели? Нет, я уже обратно возвращался. И днем уехал. То есть, ты целый день был без телефона? Да. Да? А как же ты нашелся с дочерью? В смысле? Ты, наверное, в гости заходил? Заехал, забрал, да. Кофе посидел, попил. Ты чего начинаешь-то? Чего ты злишься-то, Николай? Чего ты злишься-то? Чего ты злишься, я не пойму? Какая-то мне дуреха вообще. Такая-то у меня дуреха. И что? Ну, ты чего, блин? Ну, перестань. Ты меня постоянно отодвигаешь на второй план. Да где постоянно-то, господи? Я первый раз за два месяца увиделся просто и гуляли мы. Ну, и что? За два месяца, в том месяце все увиделся. Ты не можешь мне позвонить? За месяц, за месяц. Элин, да не было возможности позвонить. Было бы возможности, позвонил бы. А, то есть... Не было бы возможности позвонить. Нет возможности, и ты про меня даже не вспоминал. То есть у друга нет телефона. В смысле не вспоминал? Что ты говоришь, в смысле не вспоминал? У друга нет телефона? Какого друга? Ну, ты же был с другом еще. Ты же приехал домой с Максом. С Сегой, ну и что? Или с кем там? С Сегой. С Сегой. Нет телефона? Элин, ну, значит, не посчитала, нужно позвонить. Вот именно почему, Саш? Ну, почему? Потому что был занят дочерью. Ну, чего мы, блин? А, то есть тебе насрать было на меня? Да что еще насрать? То есть я понял, как... Я тебе день только не позвонил, вечером я тебе уже позвонил. Ты позвонил, потому что Егор тебя попросил это сделать. Элин, телефон, я говорю, вечером забрал. Ну, что ты начинаешь? Я был без телефона. Я был без информации. Ты сам делаешь так, что я накручиваю себе ситуацию, что я тебя ревную, что я нервничаю, психую. Что он меня ревновать-то? Потому что я для тебя постоянно, получается, на втором плане. Да с чего вдруг-то? Да не знаю. Да с чего вдруг на троплане у меня? Потому что ты сейчас, я не считаю нужным, тебе было звонить или писать, когда ты гуляешь с дочерью. То есть когда ты с дочерью... Ты сейчас что меня отчитываешь, что ли? Только бы она не узнала, что Елина есть, существует. В смысле, мы о тебе так же говорили? Что? Мы о тебе так же говорили с ней, что она не существует. Чего ты говоришь-то глупости? Саш, это все твои какие-то россказни. Элин, ты тогда хочешь мне сейчас прямо вот ругаться со мной? Ничего страшного не произошло. Я приехал домой, все, съездил, всех проведал. Зашел по делам, зашел куда надо. Ну ты что плачешь-то, Господи? Я приехал. Элин. Чего плакать-то, Господи? Ты все равно мне не поймешь никогда. Да, Элин, я тебе лишь один день, я тебе не уделил. Ты уже вот так вот... Посмотри, как все этот... Ты что? Ты мне устала, наверное, просто. Соскучалась по мне, да? Скучала по мне, наверное? Ну вообще злишься на это. Ну, Элин. Чего плакать? Я думаю, что ты меня обманываешь. Потому что ты говоришь, что ты телефон взял час, а час за час до этого ты заходил, с кем-то общался. У тебя был этот режим в сети подключен. Потом выясняется, что ты гулял с дочерью. И ты даже не вообще не соизволил мне написать, не посмотри. Хотя каждый божий день, даже находясь здесь, мы с тобой переписываемся. Мы с тобой общаемся, и даже несмотря ни на что... Даже 240 километров в каких-то, не знаю, сибирских лесах тебе не мешают найти сутки и время мне как-то выехать вообще. И наизусть знаешь мой номер, и позвонить. Ты сам создаешь ситуации, когда я тебя ревную, когда я не доверяю тебе, когда я понимаю, что либо ты с этой барышней, либо ты просто, когда встретился с дочерью, ты про меня тут же забыл. Все, меня не существует в этой жизни. И ты хочешь, чтобы я спокойно к этому относилась, это реагировала? Мне обидно, мне больно. Я ревную. Я ничего не могу поделать с этим. Но я ничего не могу тебе сказать по этому поводу, что ничего не изменить. Тогда что убиваться-то? Тогда что убиваться-то? Сама себе ответила, что убиваться-то? Ты не понимаешь просто. Моя дочь. Желанная, 30 человек. Я такого не сказала. Ты что, гонишь совсем, что ли? Ты сейчас был налобным? Кто, Саша? Я сказала, моя дочь... Элина сказала, по крайней мере, моя дочь желанная. Вот так сказала Элина слово в слово. Да, по крайней мере... Бородина сказала, потом Бородина и говорит, ты зачем называешь Настю нежеланной? Она сказала, по крайней мере, моя дочь желанная, и все. Она сказала, а что ты считаешь ее нежеланной? На что Элина не ответила. Но она не сказала, что его дочь нежеланная была. Подождите, когда человек говорит, по крайней мере, моя дочь желанная, следовательно так и нежеланно чушь и заняты я знаю вообще не это не сказал а сейчас как бы как бы извиняешься за это но ты такое сказала смысле ты вчера сказала то что я считаю бедную девочку назвала нежеланным ребенком за это тебе сделали замечание но это кто когда думает тоже понимаешь кто когда думает в этом смысле вы можете не додумывать ты главное это саж близко к сердцу не принимая на вчера на эмоциях многие понимают что она хочет чтобы вот сашенька была твоей любимой дочкой да она и будет моя любимая дочерью но как бы чтобы она была в приоритете у тебя чем настя ну или нас жутко солдат что значит приоритете дети есть дети можно как можно какого-то ребенка любить кого-то любить меньше но ты же наверно бывает такое кого-то ну чё бред я видел но пусть успокоит мама на сеньке может как-то помешать вашим отношениям с они все это вообще нормально относится к линке то есть ну вот я вот даже когда насеку забирал нормально как он там или на состоянии она интересуется также я бы опять что токсикоз пошел опять многие сходят просто саш когда рожает это когда уходи дальше когда родиться саши смысле что дальше ну я считаю как бы это мое личное мнение правильно было чтобы они виделись сестры все-таки но я не знаю понимаешь я вот вы говорите вот вы не что не имеете детей а вот вы не говорите про за детей и не просто честно говоря вот ваши мнения иногда кажутся абсурдными вам не понять что но у меня есть дочь одна от одной женщины есть вторая дочь у меня две дочери почему они там тут называют их от первая вторая потому что по возрасту они у них разные одна появилась раньше другая появилась позже любовь моя любовь будет к ним одинаково я буду любить как на статью любить также и саня только не говори пока что нет это блин я не понимаю знаете для мужчины для мужчины любовь к детям это одно совсем любовь к женщине совсем другое ты чё платишь там а ты чё блин чего ты ревешь тихо ты чё случилось илина Ну, ты че? Че случилось? Чайку тебе сделай? С лимончиком давай? Не хочешь? Че, цветок опять? Че ты так что сделаешь? Да ничего, он стоит. В смысле, что он тебе сделал-то? Че ты его швыряешь? Его не трогала, я просто попала мимо. В смысле попала мимо? Ты его поливала вообще? Да. Конечно. Видишь, поливала. Попала. Че разбила? Стакан. Какой стакан? Другой. И че, легче стало? Нет. Не стало легче? Так возьми еще стакан разбей. Они не разбиваются. Да ты ну, а че так толку бить тогда их? Ну, я другой взяла. Ну, и че, а ты тоже не разбилась? Да разбился. А, тот разбился. Возьми еще на стакан. Больше нету. А, больше нету? Давай же тебе принесу. Давай. А что, бьешь-то хорошо? Лечь становится? С одного стакана нет. Не очень, да? Да, на второй еще. А потом ходишь босиком и говоришь, что-то мне стекла попала в ногу. А с чего она попадает в ногу-то? Ну, я не знаю. Ну, ты же знаешь, что твоей женщине больно. Я объясняю еще раз. Она все прекрасно понимает. И я не собираюсь ругать и как-то исправлять, заставлять ее что-то делать. Мы же не говорим про ругань. Мы хотим решить раз и навсегда и договориться на берегу. Например, у вас есть договоренность, видишься ли ты с женой или не видишься. Ну, допустим, если там на карусели позовет Настя, да, вы пойдете троем или ты пойдешь вдвоем? Как у вас, решен как-то этот вопрос? Да, у нас решен этот вопрос. Мы, конечно же, пойдем так, я посчитаю нужным. Когда я сегодня разговаривала с Элиной, она сказала, что договоренность другая, как бы, что ты общаешься с ребенком, это твое общение с ребенком. Да что за договоренность? Твоя бывшая женщина никуда там не пойдет гулять. Ну, понятно. Это само собой. Я-то просто только что тебе задала вопрос, если на карусели Настя попросит, чтобы все троем пошли, упасть все троем. Вы правда думаете, что я прихожу вот так вот домой и договариваюсь, говорю, там, Свет, давай, короче, так вот договоримся. Я с тобой никуда не хожу, только с ребенком хожу, там, мы общаемся только по поводу ребенка. Или именно так, скажите, так, Элина, короче, я с ними больше не общаюсь, общаюсь только с ребенком. Вот что, ребята, я не по списку живу, то есть я не по какому-то, ну, не знаю, как его сюжету. Ну, то есть по ситуации, как получится, попросит ребенка, вы троем пойдете? Я еще раз, ребенок мой, он может попросить, я, конечно же, но он не попросит, я прекрасно это понимаю. Она прекрасно понимает, где я, что сейчас моя новая жена, моя жена это Элина, она тоже прекрасно понимает. У тебя сейчас оговорщика пошла по Фрейду, Сань, моя новая жена, моя вторая дочь. Ну, что, мне цеплять будут слова, что я говорю, моя жена Элина сейчас. Смотри, проблема вчерашнего дня заключалась в следующем, что как только ты находишься с ребенком, она ощущает себя на вторых ролях. Вот как поменять Элинина сознание и сделать так, чтобы она не ощущала себя, будучи беременной и живя рядом с тобой, на вторых ролях? Вот задача сегодняшнего дня, Сань, которую ты должен решить. Я не знаю, глупости это, какое-то детство играем. Ага, то есть, ага, он сейчас с ней, значит, он на первом плане. Ага, он сейчас с ним, значит, он на первом плане. Ну, получилось так, что... То есть, они у меня на первом плане, у меня есть воскресенье, свободный день. Я думаю, сделаю его папиным днем, пошел к дочке, забрал дочку, пошел с ней гулять. И в этот день не взял с собой телефон? Не брал с собой телефон. Ну, наверное, потому что ты понимал, что Элина будет... Я скажу больше, когда я гуляю с ребенком, я не фотографируюсь. Я не, ну, я говорю, я с ребенком гуляю. То есть, мне приходят, можешь с нами фотографировать себя, я с ребенком гуляю. Нет, ну, хорошо, это правильно. То есть, я даже и фотки отказываю людям. Да, нет, это правильно, хорошо, это твое сокровенное время с ребенком. Я желаю, я считаю, нужно сделать это так. То есть, ты намеренно оставил телефон дома, как бы, чтобы... Нет, он был в зарядке. Ну, как, намеренно, 50 на 50, скажу честно. Но ты хотел просто уединение со своей дочерью, чтобы... Да мы поехали вообще чисто покусить, да, фастфуд перекусить, что-то взять, быстро съездить. А потом пошел к кинотеатр захотелось, потом, может, на Крусселе съездим, днем вообще-то было. И до вечера. Я уже пришел, когда домой, мне звонит телефон, я хватаю его, еще не раздевшись, звонит Егор. Она обиделась, что, как это так, я звонила три минуты назад, а он не брал с меня телефон. А фигуру сейчас он взял. Ну, это, блин, как-то... Ну, так получилось. Анатолий Шульин, ты понимаешь, ты уже на подсознании, на своем, оставляешь дома телефон, чтобы Лина тебя не дергала. Потому что ты прекрасно понимаешь, что когда ты пойдешь гулять с ребенком, то есть, получается, ты будешь переживать, что лишний звонок, лишнее сообщение, тебе надо будет отчитываться. Ты скажешь, что ты с Настей, она расстроится, еще что-то. То есть, надо этот вопрос решить, потому что он болезненный. Я не хотел, честно скажу, я не хотел даже просто вообще об этом думать. Поэтому он оставил телефон, думаю, я же говорю. А она отбежается о том, что ты не хотел о ней думать. Не знаю, мне. Ильин, скажи что-нибудь. Да. Господи. У тебя все так же остается, Ксюша, как мы с тобой разговаривали. Я не делал не в том, что он гуляет с точью, а в том, что в этот момент я остановлюсь неинтересно, вот что он меня обижает. Это единственное. Да с чего ты берешь это? Он говорит, что 50 на 50, я вообще, там, все эти, первая жена, вторая жена. Все это неприятно, конечно. И что, я ничего не могу изменить. И принять тоже не могу пока. Как быть в этой ситуации? Ну, так, ничего не изменится просто. Ладно, давайте послушаем мнение. Катасонов у нас тут. Ну, конечно, в такой ситуации мне проще советовать. И, скорее всего, этот совет, единственный для Элины, это время, которое, в принципе, уже неумолимо бежит. И вот-вот наступит тот момент, когда мы все будем счастливы, будем рады за нее, она станет матерью. И вот именно тогда, в тот момент, Саша Задойнов станет на втором плане для Элины. Это мы все прекрасно понимаем. Это материнская любовь, так же, как и у Саши, есть отцовская любовь. И все, кто это испытывал, там, меня поддержат Саша Гобозов, Сережа Пынзарь, они все прекрасно знают, что такое любовь к ребенку, что такое любовь к человеку, просто, ну, вот, там, к мужчине или к женщине. И Саша, я, как мужчина, никогда тебе в жизни этого предъявлять не буду, и он тебя будет прекрасно понимать. И поэтому единственный мой момент не усугублять ситуацию, жить именно с Сашей, и любить Александру, и радоваться вот именно тому, и, по крайней мере, мысли свои настроить на то, что скоро это случится. И дай бог, что все было хорошо. Алена. Ну, вот, абсолютно точно могу сказать, что вот такое отношение Элиночки, да, вот, к доченьке Саши, да, и вот к этой ситуации, здесь не только Элина, да, вот, с ее чувствами внутренними, здесь и Саша поработал, да. Вот, учитывая то, что сейчас, как бы, потому что можно по-разному, да, преподносить такие ситуации, и, учитывая, зная, когда такие моменты наступают, вот, действительно критичные, когда человек может действительно сорваться, очень важно, Саше, быть на связи и самому звонить даже в этот момент. И, может быть, даже, пускай там, даже если ты отправишь ей фотку с дочкой, и дочке будет приятно, да, смотреть на то, как ты, как бы, к Элинке, и Элинке будет приятно. И она никогда, она очень мудрая женщина, никогда не обидится на то, если ты пошлешь ей фотографию со своим ребенком. Мудрая женщина даже не поднимет этот разговор. Ну, что за бред? Я не позвонил, господи, в 6 часов, там, 7 часов даже не позвонил, не вышел на связь, 8, допускай, день не вышел на связь. И что, теперь два дня об этом усолить? С кем я был? Ну, вторых, рая. Ну, ей сейчас плохо, Саша, как ты видишь, она смотрит в одну точку и плачет. Илья, ну, откуда такой трагизм? Ну, скажи, ну, из-за чего? Ну, из-за чего он приехал, он с тобой, из-за чего? Это страх. Хватит плакать, говорит, все, мукрый уже. Илин, смотри, мне кажется, нужно на эту ситуацию смотреть с другой точки зрения. Если говорить о глобальном несчастье, то несчастье больше у Насти, чем у тебя, понимаешь? Это с ней папа бывает крайне редко. И вот эти вот торговые центры, киношки и ресторанчики, они случаются очень редко. Существуешь ты, Саша, Сашенька внутри тебя, естественно, у Александра есть дочь Анастасия. Но у вас своя семья, у него есть свои отношения со своей дочерью. Все. Это Светлана, просто женщина, которая родила ему ребенка. И больше ничего. Ты слышишь меня, Илин? Ответь, пожалуйста. Ты это понимаешь? Нет трагизма никакого. Ты чего? Ну, что вот мне делать с этой женщиной непонятной капризной? Нет. Дай-ка я сяду с ней рядом. Давай же, женщина-психолог. Ты понимаешь, что все нормально? Ты слышишь меня, Илин? Ты слышала все, что я тебе сказала? Все хорошо. Ты чего, как маленькая? Что за трагизм? Все, выключайся, успокаивайся, выходи из этого состояния. Шубу же все намочила. Давай, ты поняла? Все нормально. Ну, он реально заботливый, нормальный мужик. Ну, чего ты из него делаешь? Давай, все. Сань, иди. А был ведущим. Одно. Ну, что? Не знаю. Ну, ты с чего такое-то? Да не надо ее трогать. Я не... Может, я не к месту? Да нет, она успокоится. Ты чего, мой? Ну, все. Поплакать, ладно. Ну, хочешь поплакать, поплать. У меня ощущение, что Ирина согласна со всем тем, что мы говорим. Просто это ее маленький каприз. И она понимает, что сейчас ей хочется покапризничать. Все. Я думаю, что она прекрасно осознает, что все нормально и действительно проблемы надуманы. Ну, правда. Ну, нет ее. Может, домой пойдешь? 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 Давай. Ты ее одну отпускаешь? Конечно. Все в порядке. Давайте перейдем к следующей паре. Что обидно? Мне обидно, что ты специально, оказывается, не берешь телефон. Я бы не посчитал важность присутствия с собой телефона. Для меня странно. Я понимаю. Я думала, что что-то случилось, либо ты просто, я не знаю... Блин, даже если... Давай представим с вами худшее твои представление, что в этот день мне на всех пофигу, кроме дочки. Насте. Да. Да даже если это так... Я это не приму. Даже если это так, что я еще не считаю нужным вообще не общаться, ни с кем не видеться и ни с кем не пересекаться. Ну, вот. Тогда... Вот. Потому что за 31 день, один день-то я имею право позволить. В этот день не писать, не звонить. Просто я это обсуждать вообще не должен. И ты со мной это не должна обсуждать. Это... Ты сама понимаешь, что ты это не изменишь. Я не изменю данности, но твое отношение, я думала, что он другое. Мое отношение, ты его знаешь. Да, ко мне. Ты его знаешь. Спасибо большое. Уже с этими данными я понимаю, что... По таким моментам, которые происходят здесь, я не беру телефон с тобой, когда гуляю с Настей. Вот именно потому... А при чем тут Настя-то, я понять не могу. Ты сама спровоцировала эту ситуацию. Мы с тобой договорились, что ты... В любом случае, это понятно, что когда ты едешь в Ярославль... Эллин, твое отношение, я прекрасно помню и понимаю, что тебе сложно и тяжело. Я на тебя не давлю, я тебя не смартфоню. При чем тут Настя-то, я понять не могу. Не улавляю, не заставляю. Ты спровоцировал эту ситуацию. Ты спровоцировал так, что она на тебя главнее, чем я. Да с чего вдруг-то? С чего ты за меня ставишь людей по местам? Первое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое. Все. Я живу проще. Я проще живу. Не легче. Я в жизни вариант, ты же сам говоришь, я всегда, если мне не нравится, ухожу. Ну, вот мне нравится, уходи. Да, конечно. Там, где мне нехорошо, я там не нахожусь. Все правильно. Поэтому я хочу, чтобы в наших отношениях все было хорошо. Не получится так. Ну, значит, Эллин, спасибо тебе, я буду много зависеть. А, то есть, ну, хорошо, ты создавай эти ситуации, если ты думаешь, что как я буду... Какие ситуации? Эллин, это все хавать? Нет. Я сплю сегодня в мужской, короче. Да, я уезжаю. Едь, едь, Эллин, пожалуйста. Тебе купить билетки умею, а? Опять? Да ну, начинают, блин, я не знаю. Вот я не знаю, что сказать. Не знаю. Нет, Тепор, знаешь, как у нас сейчас... Это как... Сейчас для тебя у меня есть такой один сайт. Помнишь, смотрел это как вот? Мультик, как кунг-фу-панда. Помнишь, тогда была черепаха? Вот этот, который, ну, в первой части. Ну, это очень черепаха. Когда заходит, а он так, черепаха, так, тросочка такая, он просто нанесит. Так, значит, медитирует. Тебе сейчас вариант только медитирует над тросочкой. Больше у тебя вариантов нет никаких. Тебе сейчас никакой ни совет не поможет, ничего. Банальное, только терпение. Ситуация, ну, по сути, ну, плевая. Плевая. Да, ситуация вообще ни о чем. Вообще. Вот. Ты сейчас просто, ну, реально перетерпеть. Как я понимаю, что беременная женщина, это просто... Знаете, я удивляюсь, она сама все это на обозрение выставила. Сама свои выводы ошибочные всем рассказала, прокомментировала. И меня теперь в этом убеждают, что я не прав. Вау, ты как хотел-то. Вау, ты как хотел-то. Бед-то вообще. Так в отношении всегда. Это что такое-то? Ты, допустим, опоздал на час домой? Да. Тебе уже напихали столько, что ты кому-то уже дал одну выставку. Я перед мамой не оправдывался, где я, что я и с кем я общаюсь. А у тебя вариков нет, что с ней оправдывается? Да, блин, да... Так я их объясняю. Она начинает мне спрашивать. У тебя есть разница между оправдываться и объяснять? Я объясняю тем людям, которые нормально спрашивают. Меня спрашивают, где ты был, почему ты опоздал? Я объясняю, что я ездил, ехал там-то, задержался там-то и тому подобное. Когда она начинает уже за мои слова подтягивать, там, что-то выдумывать и свои мнения на мне приписывать, начинает она оправдываться уже. А как мне перед ней не оправдываться, когда я понимаю, что она беременна и она очень сентиментальна? Она воспринимает каждое слово, каждое мнение настолько близко к сердцу, что, блин, хоть фильтр ее ставь на уши. Да я тебе знаешь, как скажу? Тут и, в принципе, ее нельзя винить, потому что у нее фантазия работает вообще, ну, априори. Она умная женщина, как это говорит. У нее фантазия работает, и от этого детства нельзя. Ну, тут еще правильно ты сказал, что на эквазе очень большой отпечаток из прошлого у каждого из нас. Так это оно и мешает. Я объясняю, тебе вот эти комплексы, страхи, конечно же, привязали в твои прошлые какие-то отношения, может, к какой-то ситуации в жизни. И они сейчас вот так вот выливаются ко мне, приходится мне с ними расхлебываться. Моя ситуация с моими прошлыми отношениями и с моей дочкой, она никак не влияет. И если я трачу один день, скажем, в месяц, на нее, так это, блин, даже мало. Была бы, возможно, больше, я бы больше тратил. Саш, 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 иди сюда. Саня, 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 тебя Элина зовет. Саня, Саша. Саш! Саш, Саша! Дайте посмотрим! Давайте посмотрим! Л600. Продолжение следует... Ага, я и так... Д stern! Чеба-чмак, но молочи. Ты же слышал, что я тебя зову. Иди, давай дальше тогда. Занимайся своими делами. Ты куда? В мужской переезжаешь, да? В мужской переезжаешь? Ты в мужской переезжаешь? Я не слышу. Ты в мужскую переезжаешь? Тебе белье дать? Надо будет, найду. Саша, я тебя ударю сейчас. А я нет. Ты в мужскую собрался? У нас с тобой был разговор? У нас с тобой был разговор, не закрывать дверь. Не надо говорить про мужскую. Я тебе еще раз говорю. У нас был разговор? Я тебе еще раз говорю про мужскую. Еще раз закроешь дверь. Не у тебя не зайдешь. Что значит не зайдешь? Не путай местами. Это не я закрылась, и ты пошел в мужскую. А кто? Ты сказал, что ты уходишь ночевать в мужскую. Хочешь уйти в мужскую? Собирай свои манатки. Я решу. Решу с этим. Я сама тоже все решу. Да? Отлично. Ты что, мент, начинаешь толкать? Ну все. Я не понимаю, что вообще? Все, хватит. Нет? Может быть. Или еще продолжим разговоры. А что ты, я не понимаю? Я тебя зову, что ты встал. Чего ты не понимаешь? Чего ты не понимаешь? Затроил, что ли? Что же затроил? Дождался я, что ты успокоилась наконец-то. Вышел на контакт. Спасибо, Элина. А то он закрыл здесь дверь, закрыл Балдахин, все, легла нас. Пулемет тебе не хватает, чтобы ты еще в барону держала. Что такое-то? Все, успокоилась, нормально все. Вышла из логова. Показалась хоть. Жива-здорова, слава богу. Ну, все, капризы кончились. Истерика тоже, надеюсь. Все. Ты что такой бессойт? Почему так себя ведешь? А как? В смысле, я бессовестный. Ты будешь продолжать надо мной издеваться, что ли? Я не издеваюсь над тобой. Как я переживаю, что тебя в кайф доводит, это приводит. Я не издеваюсь. В восторг какой-то. Я не издеваюсь. Что ты делаешь-то? Зачем ты это делаешь? Я вообще не понимаю. Чего делаю-то? Что, я тебя спросил, ты все успокоилась? Я успокоился. Все, нервы мои. Рыба на месте. На, все. Все, хватит ругаться-то. Или что? Да смотрите, она. Позвала, я не остановился, не послушался, и начинала вещи вышваривать. Ну, что ты за характер такой, а? Что ты за характер такой вредный? А что ты меня полюбил такой? Что ты? А? А что ты меня сейчас бьешь-то? Да потому что... И думаешь, что сняка останется? Что у меня сняки на ногах и так дофига? Ты меня сейчас спровоцируешь. Ты сейчас меня хочешь поцеловать, так и скажи. Не начинай, чтобы я это сделал. Не джоу. Ну, все. Мировой конфликт в семье закончен, надеюсь? Или как мы? А, побить надо еще, конечно. Ну, а что, давай. Все? Все ты хотела сделать? Больно? Нет. А должно быть больно. Так сделай больно-то. Ну, сделай, ты же мне сделал. Что я сделал? Больно. Когда я спел? Сегодня несколько раз уже. А-а-а. То есть... Что такое было-то? То есть тебе одевать обувь тяжело, а поднимать ногу к моей попе тебе нет? Почему мне тяжело? Я всю обувь сама надеваю. То есть ты сейчас, получается, меня обманываешь? А? Я всю обувь сама надеваю. Я не слышу, что ты меня обманываешь? Ты что, обалдел? А? Я... Саша, ты что, гонишь? Я всю обувь сама надеваю. Ну, наверное, тебе тяжело уже. Ну, что ты хочешь? Слушай, ну, давай, давай, я скажу. Я тебя люблю. Ну. Это ты кто услышит? Я тебя люблю. Да, я не знаю, что ты хотел сказать. Ну, поведение твое. Ты хотел-то сказать? Мне кажется, иногда ты хочешь ремня прямо. Знаешь, ты на эти ремень с меня прям пожрубишь, я так нахлыстать. Взбучки тебе не хватает. Еще раз. Взбучки. Ой, а можешь здесь еще раз? Ну, просто... А чем ты дуришь-то? Долго будешь? Все, не будешь? Я тебя прощаю, ладно? Я тоже тебя прощаю. Я тебя прощаю. Это все пегло. Я тебя прощаю. Ладно, ты будешь. Нет, я тебе еще пока не за все прощаю. Ладно, таки быть буду ночевать дома. Таки быть. Ты офигешь? Что? А кто тебя вообще приглашает домой? А кто тебя спрашивает-то? Это мой дом. Ну и все тогда. Забудь тогда свои мужские... Все встань. За пластину пендру сыпать, а? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...